Ребят, всем привет! Это компания Роллинг Мото, и мы самый крупный мотосалон России. И именно поэтому сегодня рассказывать про новый мотоцикл вам будет не один обзорчик, а целых два. У нас сегодня поистине долгожданная новинка. Это совершенно новый мотоцикл Кая Т2G. И поможет мне в моем обзоре Евгений, человек, который знает об этом мотоцикле, я думаю, практически все. Евгений, здравствуйте! Добрейший! Давайте начнем рассказывать нашей уважаемой публике, пожалуй, об этом мотоцикле. Начнем мы с двигателя, что является сердцем любого мотоцикла. Расскажите, что за модель двигателя здесь установлена? Конечно! Здесь установлен двигатель производства компании Zonction и имеет маркировку 169FMM. Что говорит нам о том, что двигатель 250 кубов воздушного охлаждения, имеет порядка 17-18 лошадиных сил, 5-ступенчатая коробка передач, и данный двигатель является одним из самых-самых ресурсных. В общем-то, в Китае строении, в их двигателях. Эти моторы ходят 10, 15, даже 20, 30, 40 тысяч километров без переборки, что было проверено уже ни на одном Кая Т2. Двигатель крайне надежен. В общем-то, ну, отличный двигатель. Супер! Я смотрю то, что с этого года Кая начал комбинтовать свои двигатели совершенно другим карбюратором. Не расскажешь мне немножко подробнее? Да, конечно! Если раньше на технике Кая устанавливались карбюраторы старой предыдущей линейки типа Keehin, то здесь уже новые передовые карбюраторы компании NIMBY. Они отлично зарековидовали себя в прошлом году, также устанавливались на двигатели, которые шли в паре с нашей спортивной команде. Здесь установлены карбюраторы PE28. Копия Keehin работает с ним, он более устойчивый, более стабильно. Плюсом очень большим является, все многие просили, что регулировка как колостого хода, так и винт качества смеси находится здесь. То есть не нужно подлазить здесь куда-нибудь к горячему двигателю. Вы с одной стороны отверткой здесь все регулируете. Очень удобно. То есть более удобно и не нужно каждый раз делать какие-то личные движения, а легко достаточно с помощью простой отвертки его отрегулировать. Именно так. Это самое отличное решение. Плюсом также хочу еще отметить, что доступ к подсосу намного проще. Здесь с обратной стороны мы открываем. Все. Мучиться не нужно. В любое время дня и года вы его заведете без абсолютно каких-либо проблем. Самый лучший карбюратор, который можно было придумать к данному двигателю. Рекомендую. Евгений, я вижу то, что патрубоковоздушный фильтр имеет измененный дизайн. Расскажи немножко подробнее. Да, конечно. Поменяли не только карбюратор, но и, в общем-то, установлена уже другая впускная система. Если раньше на Кая стоял просто такой впускной патрубок пластиковый, куда устанавливался обычный фильтр нулевого сопротивления, то здесь уже сделано немного по-другому. Также там стоит фильтр, но здесь плюсом есть резонатор, который имеет за собой небольшое такое накопление воздуха, что, в общем-то, должно улучшить отвлек на ручку газа. Вроде бы мелочь, а действительно приятно. Так, ну, по двигателю нам стало все достаточно понятно и с новым карбюратором. Давай перейдем к подвеске. Расскажи, пожалуйста, какая задняя подвеска установлена на этом мотоцикле? Задняя подвеска здесь классическая для линейки Кая Т2. Здесь также есть прогрессия, на что очень хочу обратить ваше внимание. Как бы удешлять эту конструкцию не стали. Никаких люфтов в подвеске здесь нет. Да, это немаловажно, потому что многие мотоциклы китайские, которые поставляются в прогрессии, имеют огромный люфт, что вроде подвеска и сама хорошая с прогрессией, но из-за этого люфта все плюсы ее сводятся на минус. Тут, я так понимаю, все эти проблемы устранены, и подвеска работает должным образом. Да, мы над этой моделью работали достаточно долго. Здесь все мелочи учат на нее. И плюсом он достаточно мягкий. То есть, если посмотреть на то, как работает подвеска, она действительно работает. Она отрабатывает, будет отрабатывать даже такие приличные. Но это мы потом уже на длительном тест-драйве, когда покатаем на нем, расскажем вам более подробно, как она работает. Но сейчас на словах поверим Евгению. Не будем переходить далеко на другие моменты. Давай тогда обсудим переднюю подвеску. Я так вижу, она нерегулируемая. Расскажи по длине. Это стандартная подвеска. В общем-то, она уже устанавливалась на мотоциклы Кая К1. Она имеет ход чуть меньше, нежели на классическом Т2. Ну, в общем-то, этот мотоцикл, как бы, даже ниже, чем Т2 классический. Ходы стандартные. Я так понимаю, это защитный чехол, чтобы обеспечить сальникам дольше жизнь. Правильно? Обеспечивая его от грязи? Да-да-да. Вот этот вот чехол, он работает достаточно простым способом. Вся летящая грязь, которая скапливается, там, от влаги попадает. Она, в общем-то, защищает это зеркало. И попадает на рабочую поверхность амортизатора, я так понимаю. Да-да-да. Вот на эту часть, к сожалению, вот. Защищает так называемое зеркало. Это приятная вещь, потому что мало кто добавляет такие штуки, ништяки в стоке. Там даже очень крутые милители и производители почему-то этого не делают. А здесь это уже есть в базе, и вам не придется самим разбирать мотоцикл, все это устанавливать, как бы, все это сделано здесь уже для вас. Евгений, я так вижу то, что тут алюминиевые колеса с буксатором. Про буксаторы рассказывали уже многие. Ну, вот так, повторим, объясни, пожалуйста, нашим зрителям, для чего нужны буксаторы. Здесь буксаторы как спереди, так и сзади функционал они выполняют достаточно простой. И маленькая вставка является такой прорезиненной штукой и придерживает саму камеру для того, чтобы не провернулась, когда вы едете на более спущенном давлении, нежели в стоке у вас задута. Чтобы не прорывался сок и камера не проворачивалась. Достаточно полезная штука. То, что установлено в стоке, это достаточно большой плюс, потому что делать самому в первый раз достаточно проблематично. А колеса точно алюминиевые? Берем магнит и видим, как магнитятся спицы. Спицы стальные. А вот обода чистый алюминий. Легко и надежно. Советую. Ну, давай еще тогда тоже подробнее. Чем алюминиевые обода лучше стальных? Алюминиевые обода в первую очередь легче, и они более ударопрочные. Они выдерживают достаточно большое количество нагрузок. Например, камни, удары, прыжки. Да и более практичный материал, чем сталь. То есть колдобины где-то в российской глубинке для этих колес не страшны. Вообще не помеха. Это идеальный мотоцикл для нашей глубинки, не только для нее. Шикарный Dual Sport. Замечательно. Ну, давай перейдем к тормозной системе. По тормозам. Здесь, в общем-то, хочу обратить внимание ваше, то, что уже установлены колодки компании SMPADS, линейки Racing. Они с более таким лучшим тормозящим составом. Сама Ferrodo выполнена уже из металлокерамики. И основной момент то, что задний суппорт здесь уже установлен такой, как на KT4 и KK6. Я так понимаю, суппорт еще имеет дополнительную защиту? Конечно. Вот эта пластиковая защита помогает защитить не только суппорт, но и, в общем-то, вот эту систему крепления от ударов каких-либо дополнительных. Замечательно. Давай перейдем к цепочке. Всех волнует золотая или не золотая цепочка. На данном мотоцикле цепочка не золотая. Расскажи про нее. Здесь стоит обычная 520-я цепь KMC, но она имеет индекс H, что говорит ее уже достаточно какой-то средней такой усиленности. У китайских цепей золотое напыление не является каким-то обязательным указателем на то, что цепь является какой-то сверхусиленной. Да, цепь, конечно, немного подразносится, но если хотите максимальной такой надежности, то это надо, конечно, ставить и японский DIT. DIT, я так понимаю, это мастодон среди производства. Это эталон цепей. Отлично. Это, конечно, все по стандарту. Ловушка, успокоитель, все присутствует. Да, да, конечно. Здесь ловушка цепи, ролик-натяжитель цепи, ну и, конечно же, свайдер цепи. Все это установлено в стоке. Ну и, конечно, защита цепи, такая немного напоминающая дорожные мотоциклы. Велосипед Аист. Типа того, да. Отлично. Есть такое. Евгений, я вижу то, что данный мотоцикл предназначен полноценно для двух пользователей, то есть у него есть дополнительные подножки для второго пассажира. Да, конечно. Второму пассажиру будет здесь не просто удобно, а максимально комфортно, потому что, во-первых, здесь есть вот эта резиночка, которая действительно позволяет подошве очень удобно и комфортно держаться, то есть ноги содержать не будут. И плюс, даже задняя часть, она очень мягкая, то есть вот эта вот мякушка, она намного мягче, нежели даже самая середина у классического KT2. Достаточно комфортный мотоцикл, чтобы передвигаться даже вдвоем. То есть, я так понимаю, многолетние жалобы и просьбы людей сделать сиденье немножко помягче, наконец-то было услышано. Все было учтено, мы вас слышали, и мы все для вас сделали. Теперь ваши попки будут действительно в комфорте. Ну, что очень важно, давайте посмотрим, как я буду смотреться на этом мотоцикле, как мне будет удобно. Учтем тот момент, что мой рост 1,73 м. Это заметно ниже среднестатистического роста в России. Ну и мой вес 84 кг. Приступим. Ну, вы знаете, я чувствую достаточно себя комфортно, потому что обе мои ноги на земле. У меня нет никаких проблем, мне удобно. И одному здесь достаточно комфортно. Иван, ну-ка, давай-ка попробуем вдвоем. Подножки готовы. Как, что скажешь? Слушай, по-моему, клево, я не чувствую никакого дискомфорта. Места достаточно. Евгений, поскольку я так понимаю, что данный мотоцикл предназначен для двух пользователей, то есть два пассажира могут с комфортом на нем разместиться, и обычно пассажир либо тебя обнимает и держится за тебя, грубо говоря, либо может, я так понимаю, использовать данный багажник. Да, конечно, багажник здесь не просто там какая-то навесная конструкция, а она действительно усилена к верхнему подрамнику и прикреплена к нему достаточно плотно, несколькими болтами. Поэтому могу сказать, что можно не просто держаться, можно его тягать прям за него и не бояться абсолютно там за его какие-либо повреждения. Конструкция очень надежная. Я так понимаю, наконец-то еще дополнительно многие пользователи, которые покупают мотоцикл, используют себя где-то в деревне, на даче, и они могут спокойно устанавливаться за кофр без дополнительных переделок. Да, нижняя плашка пластиковая сюда поставляется, прокручивается несколько дырочек в самой пластиковой плашке, ставится кофр, и при этом вы будете ездить вдвоем, и у вас еще будет кофр. А кофра бывает еще с мягкой спинкой, и тогда будет вообще полный реланс. Ссылка будет в описании. Ссылка, да, у нас есть специальный раздел на сайте «Аксессуары для мото», и там вы даете много чего интересного для вашей мототехники. Евгений, я так понимаю, по двигателю все ясно, по подвеске мы тоже все объяснили. Я вижу то, что тут достаточно новая приборная панель. Расскажи немножко подробно. Да, конечно. Здесь установлена уже более новая приборная панель, в отличие от «Кая Т2». Включаем. Она показывает нам скорость, обороты двигателя, передачи, ну и пробег, конечно же, в километрах. Данная приборная панель показывает не только нейтральную передачу, но и нужную нам. Прокатываем немножко мотоцикл, потому что он не заведен, поэтому его нужно чуть-чуть туда-сюда покатить. Вторая. Третья. Ну и, в общем, так же, как и вниз. То есть приборная панель достаточно информативная, и пользователь, даже не выладающий большим мотоцом, может понимать, на какой передаче на данный момент находится. Да, конечно. Здесь все максимально подробно. Плюсом даже есть индикатор поворотников. Замечательно. Евгений, я вижу то, что в фаре тут установлена не простая лампочка, а уже галогеновая. Нет, это как раз не галоген. Здесь установлена светодиодная фара. А теперь смотрите. Не только ближний, но работает также еще и дальний свет. Замечательно. Это очень удобно. И, кстати, фара светит вперед на дорогу. Ни куда-то ни вверх, ни вниз, ни лево-вправо, а прямо на ваш путь. Уважаемые грибники, даже ночью ни один гриб не уйдет от этих лучей света, и он окажется в вашей корзинке. Евгений, ну давай перейдем к органам управления. Как понимаете, ближний, дальний свет, которым ты уже похвастался. Да, конечно. Здесь установлена специальная лягушка, то есть без выжима сцепления мотоцикл завести не получится. Легиколка, кстати. Вот видите, мы нажимаем старт двигателя, и ничего не происходит. Выжимаем сцепление, и двигатель начинает стартовать. Это сделано все для вашей безопасности. То есть произвольных заводов и попадание мотоцикла в чужую машину, тут такого не должно быть? Нет, такого не будет. Плюс достаточно громкий такой звонок, слышите? Евгений, я вижу то, что на данном мотоцикле установлен прозрачный бак, как у мотоцикла К1. Да, конечно. На самом деле это была одна из таких самых-самых больших просьб. Люди просили на это два прозрачные баки. И мы, конечно же, это сделали. Бак, конечно, не с самого К1, но, в общем-то, технология вся та же самая. Прозрачный бак. А какая вместительность? У него честных 6,5 литров. А при расходе? Ну, данный двигатель в таком достаточно спокойном дорожном и полулесном режиме потребляет порядка 2,5, ну, максимум 3 литров на 100 километров. И сколько можно будет проехать на полном баке? Ну, я думаю, что порядка 250 километров можно на нем будет проехать. Ну, это достаточно неплохо. Мотоцикл очень экономичный, двигатель потребляет немного, но при этом имеет очень большую отдачу. Евгений, я вижу то, что на данном мотоцикле установлен не совсем стандартный глушитель для Кая. Расскажи немножко подробнее. Да, тут также обновления не обошли стороной и выпускную систему. Здесь установлен глушитель с так называемым ДБ-киллером. Маленький, выкручиваем маленький болтик, и данный глушитель, в общем-то, будет включать во всю мощь. Но в стоке уже стоит более его тихая версия для того, чтобы не мешать ни соседям и никого не оглушать звуком и рокотом этого мощного зверя. То есть медведи зимой могут быть спать спокойно? Конечно. Двигатель достаточно работает тихо в паре с этим глушителем. В общем-то, мотоцикл даже, в общем-то, радует уши своим приятным рокотом. Итак, мы, в принципе, рассказали уже все отличительные особенности данного мотоцикла. Перейдем, пожалуй, к самой главной. Как вы могли заметить, данный мотоцикл оборудован поворотниками и фарой, но это неспроста. Именно эта модель поставляется в Россию с ПТСом. Евгений, а что дает нам ПТС? ПТС позволяет нам передвигаться на данном мотоцикле по дорогам общего пользования. То есть вы на этом мотоцикле можете ездить на работу, в лес, на рыбалку, да, в общем-то, куда угодно. Вы можете поехать на дачу, на работу. А к любовнице можно сгонять? Ее можно даже с собой. Ребята, вы поняли? То есть теперь на дороге вам не нужно шифроваться от сотрудников полиции. Теперь у вас есть заветная бумажка, которая открывает вам дорогу. Как ты считаешь, для кого предназначен этот мотоцикл? Этот мотоцикл идеально подойдет для людей, которые не летят там в какие-то супер горы, не стремятся за хард эндуро, а ездят не просто там на дачу по грибы, по лесу, но также хотят передвигаться на мотоцикле, на работу, отличный вариант на весну. И в нем можно действительно покорять большие препятствия, большие расстояния и не чувствовать дискомфорта ни как по усталости, ни переживать о том, что ты можешь какую-то яму или кошку не преодолеть, потому что этот мотоцикл оставил за собой все качества классического KT2 по проходимости и по мощности. Он ничем абсолютно не урезан. Это отличный, качественный Dual Sport, который я могу рекомендовать к покупке абсолютно каждому человеку, который хочется взять первый мотоцикл и выбирать между старым японцем и новым качественным китайцем. Я так понимаю, данный мотоцикл будет незаменимым помощником, как у вас в хозяйстве, чтобы доехать до магазина, сесть, куда-то с ребятами покататься, и также небольших эндуро-покатушках большой компании. Данный мотоцикл мы еще покажем на тест-драйвах, как он едет, как он может, и как он себя показывает на бездорожье. Ну и, конечно, замерим максималочку. Евгений, пожалуй, последний вопрос. Я так понимаю, что данный мотоцикл уже поступил в нашу розничную сеть? Да, конечно. И какая сейчас вот цена? На данный момент в данной комплектации стоимость этого мотоцикла всего лишь 118 тысяч рублей с ПТС. Ну, а ссылочки будут в описании под этим роликом. Вы можете приобрести на нашем сайте rollingmoto.ru. Причем следите за нашими новостями. Мы проводим очень часто акции, и этот мотоцикл можно будет купить по какой-нибудь акции еще чуточку дешевле или с каким-нибудь хорошим подарком. Ну что, пожалуй, на этом все. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, задавайте их на нашем канале, на нашем инстаграме. Мы с удовольствием их ответим. Спасибо большое, Евгений. Приятно было. Rollingmoto. Yeah. Yeah.